Должны быть движения простые, а проще всего, когда вас бьют, немножко отойти, выкинуть ручки навстречу опасности, как-нибудь снимая, сгребая, нюансы, просто общую схему, обезопасить себя, после этого подойти как можно плотнее, замкнуть контур и уже управлять. Самое главное, должна быть естественность движения и подвижность к ногам. Если ноги закрепощены, вы работаете в верхнем плечевом поясом, это мышечное большое напряжение. Если ноги подвижны, то, допустим, вы работаете еще. Дружище, значит, здесь тоже были недоработки, допустим, тоже сломали, но неправильно переносил вес на ногах. Сейчас уже намного легче, если я посмотрю, как вы переносите, сейчас уже намного легче, допустим, уже нет такой нагрузки. В основном, если вы не доносите, то на силу работаете. Сейчас уже переносите на ноги и не будет менять. Еще постарайтесь, как я говорю, для вас общая схема вашей работы. Должно строиться так, на освобождении от захвата. Вы работаете в начале, человек вас держит совсем легко. Вы не спеша сделали, у вас получилось. Вы бросите его возьми, пожалуйста, сильнее. Вы сделали, у вас получилось. Еще сильнее. У вас получилось. Как бы усиливать хват, усложнять хват, увеличивать скорость. Нужно после того, как у вас получается на медленной скорости непрерывное одно движение. То же самое потом взял, а медленные освободились. Получилось, еще быстрее освободились. Но только постепенно наращивали. Уверен для вас, поэтому и все процесс. Уверен для вас. Уверен для вас. Продолжение следует... Кирилл, вот у нас тренировки, их можно сравнить как с годными, они приезжают как праздники, правда, праздники редкие, они должны быть праздниками, иначе тоже будет не все. Спасибо за информацию, нам осталось только все это переработать и осознать. Приезжайте почаще. Сергей, ну, я так все представлены, ну, как-то огромный семинар, фактически как экзамен, чтобы уже большую часть прописки не нужна, вот там только в некотором моменте, как бы у нас было, жалю больше. Другие говорят, чтобы больше, если... Ну, так, в принципе, известно, единство глобально, это полечность, это вообще не заставлено. А в составе можно, в принципе, выбирать, но даже в этой теории, в этой технике, в этой технике, в этой технике, в этой технике, в этой технике. Возьмите эти технику и почитайте. Там все очень просто. Ну, я просто недавно сдавал. Возьмите эти технику и почитайте. Особенно, как это в хороших технике, обычно там сразу с картинками на человеке. Так, Иван, ну, в принципе, деменератор вообще хорошая. Ну, да, но, то есть, не знаю, вообще. Ну, вот эти, да, нюансы показывает. Угодные, тоже физика. Ну, вот, абсолютно. Саша, на разработке, вот после семинара многое давать на снятие. Вы видели на работе, вы справились. И очень, например, хорошо помогает физика, в частности, в основном с моментами силы. Дорогие, понятно? У вас есть так? Ну, 그거, 아니야, но если вам понравится, вы получите сейчас. Да, спасибо. Да, это будет очень хорошо. Ну, вот, вот, вот. Ну, все скирули там. Вы можете подумать на то, как бы, 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 как бы... Максим, очень понравилась акробатика и проход под препятствиями, по препятствиями, через лорочек. В общем, если все это вместе изложить, то у меня вырисовывался такой ответ, что чем правильнее движения выполняешь, тем они проходят легче. То есть если идет тяжело, значит все, делаешь неправильно, и оно не получится. То есть если выполняешь движение правильно, то практические использования физической силы как бы снимается. То есть в основном, главное вот... Вообще, вот так. Практические условия на протажах, я прошу всего. Вы говорили, что на протажах тоже сказано, но маленькие метродокки стали ездить. Главное, чтобы вы в голове поздоровались, я здравился. Спасибо. Не звучащий, друзья, не будешь. Андрей. Ну, понравилась акробатика. Понравилась по ступеньку спускаться. Я не могу понять, почему это получается. Сейчас как-то уже лучше начало осознавать, и теперь если что-то не получится, то уже будет проще понять, почему я как это изучаю. Иван, нам понравилась необычная акробатика. И теория помогает понять изминских действий. Я сегодня первый раз пришел, поэтому скажем, я не знаю вообще о школах русского стиля. Очень интересно. Почему? Потому что от того самого боксера, от того самого боксера, от того самого боксера, от того, если не мешки, то знаешь, чего ждать. А тут, с первого взгляда символом, так же все на научный строй поставлено. То есть очень интересно. Можно воспринимать и дошарашивать. Довольно подготовлено. Мне очень понравилось то, что напомнили про блоки еще раз. То есть для меня чаще всего второй клейм очень, да я его не воспринимал. То есть я первого вводил, нормального вводя, а дальше дорабатывал на причинном полосе. Сейчас я помогу, не знаю. И у меня еще один маленький вопрос. А как бы оно встречалось, приходилось на улице применять, не знаю. То есть в реальном смысле, как сказать. Вообще я всегда говорю, что это не лучший вариант. То есть вам приходится применять. Знаете, вдруг в жизни до этого поступили как-то не очень хорошо, и у вас жизнь начинает наказываться за это. И вам приходится применять это знание. Приходилось применять. Спасибо. Саня, очень было интересно, когда это представление человека в виде веревочек или цилиндра. Очень интересно с ним работать в таком плане. Когда понимаешь, что действительно, если твоя рука не держишь, счет не контролируешь, то человек может легко ослабиться, и здесь, с ослабленной рукой, тяжелее работать. Она уходит постоянно куда-то. То же самое с цилиндром. Мы с ним стояли. А когда слегка даже в него сподишь, очень сразу человек просто проворачивает плечо, и становится все в положении удобным. Это очень много интересных. Воскресенье надо. Я хочу сказать, что тяжело работать, когда какая-то конечность повреждена. Да. Локоть ударится очень сильно на руку. И рука, ну, нормально не возьмешь, как можно было взять, когда на здоровье. И уже приходится что-то любимое того руку. Что-то на граммах уже тема. Для этого можно разбираться. Раз что-то у тебя болит, соответственно, тебе просто намет на то, что ты сделаешь что-то не так. Как только ты поймешь, что ты сделаешь. Те, кто богатые, ты не поймешь. Если ты ударился, ты не будешь удариться и удариться. Все такие слова еще другом. Что они виноваты. Если бы он меня принадлежал, то я бы не ударился. Нет. Ты говорил сам? Нет. Это уже хорошо. Ты это понимаешь. Я же начинаю найти причину, почему ты все-таки не ударился. И причину знаю, почему ударился. Ты должен не повериться. Хорошо. Иван. Семинар был очень интересный и веселый. Он закончился с лестницей поскатываться. Но лучше надевать сюда гипотки. Понятно. Я думал, ты будешь не только в классах. Но конечно отчинаешься. Давай. Давай. Давай.